Так, ещё, подожди. А, это идёт видео. Слушай, ну давай прямо сейчас сразу их запишем. Давай, очень хорошо. Чуть попозже. Чуть попозже хочешь, да? А что ты бы хотел попозже сказать? Скажи, пожалуйста, Миша. Вот я и думаю. Слушай, а ты знаешь, что я дружил с человеком, который пел, и он, оказывается, встречался с Леем Мишевым. У него портрет Леем Мишева дома висел. Его звали Юрий Гуляев. Знал, конечно. Ну, Гуляев, да, вы знаете все, который пел. Эх, поехали, да. Погиб из-за того, что не было ингалятора. Да, он был астматика. В гараже прямо. Нашли потом, что рассыпали лекарства, он не успел таблеточку выпить. Ингалятор не успел. Мы с ним дружили, с Юрием Гуляевым. Он с космонавтом его очень грузил. Меня дружил. Меня с ним познакомил Валерий Аграновский. Пьесы которого «Остановите Малахова» шли по всей Москве. А брат Валерия Аграновского, Анатолий Аграновский, писал «Землю» для Брежнева. Кстати, меня Валерий Аграновский познакомил с профессором. О, это просто микрохирургия глаза. Он же был основоположник этого института микрохирургии глаза. Ну, вы все помните, да? Все помните. Да. И, короче, я ему говорю, давайте я вас научу методу ключа. Он говорит, слушай, ты мою жену научи летать. Я ее научил летать. А он говорит, а я сейчас не могу, потому что мне банк там заблокировали. Я должен в банк поехать. То есть он занимался вот такими делами. Хозяйством ему проходилось. Он же институт такой микрохирургии глаза. Я там обучил 400 врачей, чтобы они, хирурги, не уставали во время конвейерной операции. Я готовил больных на операции на глазе, чтобы они не боялись конвейера. И потом мне хирурги говорили, что глаза у них были мягкие во время операции. Это для врача большого, дорогого стоит. Я там смог сократить количество транквилизаторов, наркотических препаратов, противоболевых препаратов на 30%. И тех, кого я готовил на конвейерную операцию, им не делали промедикацию предоперационную. Потому что они умели сами у себя вызывать состояние релаксации. И хирурги были очень довольны, когда их оперировали. А хирурги как раз таки меньше утомлялись во время операции. Это очень важно. Так что, Фёдоров, вы, конечно, поняли, да? Очень-очень интересный был человек, очень интересный человек. Ну да, я пока-то так говорил. Это мне позвонили, да. Так вот, этот человек, Юрий Гуляев, пел песни. И для космонавтов, я пел на Гагарине, как он... Ну, он сказал, поехали. У меня баса-то нет, я не могу говорить. Он замахнул рукой в салонной по Питерской, Питерской. Вот так было. Пронюсер над землей. Вот, вот, вот. Слушай, а почему вот оперные певцы, они должны быть такими мощными, потому что у них там... Я что, мощный? Мощный, мощный, конечно. Миша, ты же как раз этой кувалдой... Брюха-то нет. Кувалдой, Миша, работает, интересно. И на батуте. На батуте. На батуте я уже всё, потому что это на спину плохо действует. Там вот эти позвонки. Да, а у нас вместо батута человек делает дрожательные упражнения стоя. Например, лыжник. Лыжник или руки вверх бросает, пятки поднимает, или руки вниз бросает, пятки поднимает. Ну, я тебе переговорил сейчас. Батут это очень жёстко всё-таки. Там вот все эти сальты, все эти приземления. Да, да. Позвоночник нужен очень хороший, молодой, чтобы... И вообще надо... У меня не такой молодой. Вообще, друзья, с этой физкультурой надо быть аккуратнее. Потому что физкультура, делай как я, делай экстремальные вещи, она не для здоровья. Для здоровья синхрофизкультура, синхрогимнастика. Когда вы подбираете действия, синхронное текущему состоянию в моменте, который снимает стресс, вы сразу выходите на состояние нуля, безмятежности, уверенности и творческое состояние. Когда вы можете любым делом заниматься, быстрее входят в поток. Когда вам природа помогает. Миша умеет это всё делать. Миша, расскажи про себя. А вы знаете, что боксёры делают этот шалтай-болтай? И для чего? Да. Вот меня камера так возьмёт или не возьмёт? А я поверну. А, да. Давай, говори. То есть, вот это упражнение, вот оно у боксёра. Шалтай-болтай делается. Делается, для чего оно делается? Чтобы удар шёл не просто от руки, как по щёчину. Да. Да, вот что? Вот оно. Вот это какой, а? Вот это какой. Метафора-то какая, что это верёвочка, а на ней грузик. И вот. Да. Крутим, крутим. Вот всем корпусом мы раскрутили. А, собственно, так и работает уклон. Так и бой с тени уже у нас есть упражнение. Да, и бой с тени. У нас упражнение бой с тени, да. У меня не только кувалда, у меня ещё бокс, самбо и всё. Бокс, самбо, да. Иногда даже захожу в зал до сих пор. Отлично. Как верится, что мне 54 или нет? Я вот сейчас смотрю сюда, как будто 35. Ну, правильно, тем более ты посрекся, сейчас все молодые люди лысыми ходят по моде, да? Раньше бороды носили, бороды нет. Какой-то период был, у тебя очень хороший шевелюр. У меня были ярко-красные волосы, помню. Да, да, очень хороший интерес шевелюра. Ярко-красная, вот эта рубаха не ярко-красная, она просто красная. Я поэтому спросил, Миша, а что ты посрекся вообще? Тогда мы тебя увидим, шевелюр. Ну, отрастёт. Только она будет белая. Белая будет, да? Белая, да. Даже не серая. Послушайте. Миша занимался тем, другим, третьим, ещё чем-то занимался. Камеру-камеру. Да, давай. Ну, про восстановительную медицину, про логопедию, это я уже рассказывал. Про логопедию важно, да, важно. И вот ты стал рассказывать про бабушку. Вот бабушка, да, то есть вот такую линию я провёл, вот так вот. И она, потом она между этими линиями, ну, на планшете, это же пальцем всё делается. Она вот так вот спокойно повторила ту же самую траекторию. Я говорю, ребята, какой же это овощ? Действие-то вполне осмысленное. Ты врачам говоришь. Родственникам. Родственникам, да. Врачам, да, это действие вполне осмысленное. Да. А через пару занятий она своё имя написала. Пошли инструкции. Да. Молодец. Ну, вот, недавно мне от неё удалось добиться А, У, И. Вот, если она заговорит, это будет большая удача. Потому что прошло уже довольно много времени, прошло уже, сколько там, 8 месяцев, что ли, как никто не пытался её разговорить. Или пытались безуспешно. Да. Вот мне тоже приходилось это делать, но я ещё и врач, иглотерапевт при этом. И когда я бабушку после инсульта, мы с Шейлой и с Оленом, они у меня за ручки держались, переходили через питомник, парк, шли к бабушке. И там я бабушке ставил иголочки. И вот, когда она заговорила, первое, что она сделала, она стала сразу меня ругать. Я говорю, лучше бабушка, ты бы ротик не открывала. Нет, лучше бы открывала как раз. Нет, ну это хорошо. Лучше бы говорила. Ну, конечно, конечно. А Олен мне с одной руки Шейлой, с другой руки ровно 3 года у них разница была. И Олен мне говорит, папа, не называй меня Олен, а. Я говорю, а как тебя называют? Они, видно, что вы договорились тогда о чём-то. Ну, называй хотя бы Антошкой, потому что у нас во дворе был Антошка. Я говорю, послушай, вот пройдут годы, и ты поймёшь, что твоё имя уникальное, и очень много людей будут гордиться, что они тебя знают. И на самом деле прошли годы, и сейчас в Дагестане уже не один Олен, уже около 10 Олен. А Шейла мне говорит, маленькая совсем была, когда мы шли к бабушке, она говорит, ты меня не называй, говорит. А я её называл Пузырёчком. Ну, так, шутки ради, а как же тебя называть, Шейла? Она говорит, ну, называй меня умничкой. Я говорю, ну, хорошо, да. Вот она умница, она теперь профессиональная психолога. Они оба владеют методом, конечно, детства. Я даже им в детстве показывал, как петуха гипнотизировать, да. Они всё-таки, да. Каталепсию? Перевернул. Да, руку подержал вот так, чтобы он не двигался в этот момент. И у него возникает каталептическое состояние у петуха. В этой неопределённости, которую резко создал, за счёт фактора вот этого неподвижности, у него разливается тормозный процесс по клеточкам мозга. Это самое происходит у нас в неопределённости. Если мы резко попадаем в неопределённость, с каким-то неприятным ощущением, например, коленкой ударились, у вас сразу начинает разливаться эта доминанта. С ощущением негативных исходов ситуации. Вы начинаете себя накручивать. В условиях неопределённости мы же теряем баланс. И в зависимости от точки приложения, из-за чего потеряли баланс. А нам надо противопоставить этому полную определённость. Ключ – это полная определённость. Повторяемые движения, снижающие напряжение, раскрытие творческого начала, заниматься любимым делом, ушки разминать, здесь разминать, носик разминать и узелки на память. Это определённость. Что бы с вами ни случилось, погода поменялась, новый там этот какой-то захват там какой-то произошёл, кто-то смотрит в интернете, всё время смотрит, война какая-то идёт, кто-то там сейчас зашёл и кого-то сейчас вывели оттуда, куда кто-то зашёл, там вот эти вот, которые провозглашают себя молодцами какими-то там, захватывают одно, другое, пытаются нами управлять. Как это можно нами управлять? Мы нормальные люди. Нормальные люди к агрессии не способны. Это когда мы теряем нормальность, например, не выспался, тогда раздражительный. А если ещё больше чего-то ненормальности, тогда уже и гнев. А когда мы в нормальном состоянии, высыпаемся, делаем узелки на память, когда мы там в каком-то нервном напряжении, снижаем напряжение приёмами левитации, мы в нормальном состоянии мы поддерживаем, раскрываем творческое начало, рисуем вместе картины. Она летает, он такой задумчивый, а Миша в гостях у меня сидит. Миша, ты завтра придёшь, и мы ещё ролик выпустим. Миша, скажи, пожалуйста, я всё время говорю, 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 чтобы адаптировать... Это хорошо слушать вас, я. А я говорю для того, чтобы адаптировать новичков. Потому что к нам каждый день приходят новички, они же не знают, кто мы такие, чем мы занимаемся. И я поэтому сначала начинаю говорить, мне уже несколько раз замечания делали. Дайте гостю высказаться. Пожалуйста. О чём? О чём хочешь? Скажи, а вот ты вот, кроме своего благородного тела, чем ты занимаешься, помогаешь бабушкам после инсультов, а потом ты помогаешь в логопедии, в логопедии... Ну, сейчас же много и молодых людей. И молодых, да. Да, кроме того, что ты поёшь, доставляешь людям удовольствие. Кроме того, ещё что ты делаешь? Ой, да я много делаю, только у меня времени совсем мало. Вот мне иногда... Ну, в приоритете, что у тебя? Кошку некогда покормить. Сегодня что у тебя в приоритете? Прихожу к этой кошке, и она прямо голову на стол кладёт, чтобы её погладили, чтобы её почесали. Правильно. А почему кошки любят, когда её гладят? Это интересно, правильно? Да все любят. А почему? Ну, вот в природе же не может быть ласковых животных. Они там все... Потому что домашние, поэтому любят. Почему люди любят, чтобы и гладили? Вот в лесу все кошки не гладенные, и все животные не гладенные. Вот каково им там живётся. А кощей почему такой злой? Её же никто не любит. Как можно быть добрым, когда тебя никто не любит? А нам в детстве сказки какие читают? Посмотрите, как интересно. Я так слышал, я не знаю, что наши сказки, которые нам читали, они все добрые, да? Да. А в других странах добрые сказки читают? Да вообще не адаптированные варианты сказок. Это ужас, я такое в эфир не буду рассказывать. Но там... Что значит не адаптированные? Ну, которые не для детей, скажем так. Вот то, что мы читаем сейчас, это уже адаптировано для того, чтобы могли воспринимать дети. Оригиналы этих сказок просто ужасные. Это имеешь в виду русские сказки или вообще? И русские, и любые другие. А что это? Я тут читал сказки народов Севера, сборник неадаптированный. Так. Ну, бежит мужик какой-то за соколом или за какой-то птицей еще, догоняет этого сокола. А, значит, он никуда не годится, раз я его догнал, взял, убил этого сокола. Бежит дальше, еще кого-то догнал, еще кого-то убил. А мораль этой сказки какая? У него выгоды, ему никакой от этого. Мораль сказки в чем? Для чего это рассказывали? Детям рассказывали? Вот в чем мораль? Я не понимаю. Там даже был такой фрагмент, когда для того, чтобы муж не спал, жена расцарапывала пупок ребенку, чтобы он орал и не давал спать этому мужу. Это в сказке. Это в сказке. Неадаптированные сказки – это вообще такой пласт совершенно непостередный. Друзья, у нас есть кто-либо, кто изучает происхождение сказок? Напишите, пожалуйста, там свое мнение экспертное. Это очень интересно, я первый раз это слышу. Мне это очень интересно. Так и наши добрые сказки изначально-то они не такие добрые. Так это детям на ночь рассказывали раньше или как? Не знаю. Это тоже интересно. Я был в этом. Да, напишите, пожалуйста, вот это очень важный вопрос. Какие сказки нам рассказывали в детстве наши родители и какими вы выросли? Да, и вообще чаще нас ругали за хорошие поступки, чаще ругали за плохие или там хвалили за хорошие, или ругали за хорошие, или как. Как воспитывали в детстве, да. Да, очень интересно. Я старался не врать детям, да. То есть, если даже надо помазать йодом, я не говорил, что это как комар и кукусь. Немножко потерпеть придется. Так, это очень-очень мудро. Кстати, у нас обычно врачи, если у человека была онкология или еще что-то, врали. Врали. Говорили, все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, потому что нас учили так. Тот не врач, кто после разговора с которым больному не станет легче. Это, по-моему, говорил и Пирогов, и еще кто-то говорил. Мечников, по-моему, кто-то говорил такой. Ну, типа психологическая поддержка. За рубежом, вот в Америке, например, они вот, мы никак не могли понять, почему они говорят больному как есть. А на самом деле потом я немножко разбирался, там, оказывается, инфраструктура потом предуготовленная была для такого больного, который знает свою проблему. Ну, вспомогательная инфраструктура, там, проводили какие-то мероприятия, а у нас это, как бы, не было. И поэтому мы старались... Ты еще нас всех переживешь, а у него онкология уже в четвертой стадии. Да, ну, вот видите, надо все-таки разбираться, потому что просто так хаять кого-то или чего-то, просто сразу ругать, критиковать, не зная броду, как говорится, не лезь в воду. Потому что условия разные, и, соответственно, манеры поведения разные. Так, еще интересно про Фрейда. У нас девочка выплакалась на плече его подружки, выговорилась, выговорилась, и освободилась от напряжения. А там, в Америке-то, почему Фрейд занял такое большое место, стал популярным? Там не принято грузить другого человека. Там свой дом, своя крепость. И для того, чтобы кого-то грузить своими проблемами, ну, надо было там, поэтому деньги платят за это, чтобы человек тебя выслушивал, специалист тебя выслушивает. И ты, когда попадаешь в ситуацию, когда ты больную точку начинаешь раскрывать в душе, из тебя льется фонтан слов, ты разгружаешься. Да, ну, специалист загружается. Ну, он специалист, поэтому там за это деньги платит. А у нас здесь говорят, тебе нужен психоаналитик. Да, нашим-то зачем в России психоаналитик, если у нас и так можно с другом поговорить, особенно, как они выпьют, да? И все выговариваются. Я не агитирую пить. Мы здесь вообще не пьем, мы трезвенники. Мы трезвые люди. Я вообще ни капли не выпил, 7 лет вообще не выпил ни капли. Все, и я ни капли, я с поезда. И в поезде не выпил ни капли. Ну, вот, все же, молодцы. Потому что у нас есть эндорфины внутри, мы можем их качать, качать эндорфины, по крючок как раз мы качаем эндорфины. Ну, интересный у нас разговор, да? Да пусть оценивают эту аудиторию. Ну, да, получается, что я тебя пригласил в гости, и только со мной разговаривает, получается. Говори, я тебе даю возможность адаптироваться. Вот у нас интервью с великим мастером и получилось. Да. Пожалуйста, пожалуйста, я тебе даю возможность адаптироваться. И чтобы вновь сюда вошедший новичок мог посмотреть наши бесплатные ликбезы на главной странице Ютуба в плейлистах. И чтобы записывался на вебинары новые, потому что потрясающе мы делаем вебинары. В каждом вебинаре, в каждом бесплатном ликбезе мы даем уникальный контент, которого в мире нет. Вот сейчас, в последнее время, я даю «Играй в свою игру». Ну, не буду сейчас об этом говорить, вы можете это посмотреть. Ну, был ролик такой, «Играй в свою игру». И так можно посмотреть. Можно так посмотреть. Ну, я могу рассказать историю, как вообще я влез во все это. И как влез в психологию. Но это в книжке есть. Да. Ты написал уже. Ну, да. Можно и здесь рассказать. Ну, работает книга, поэтому вы имеете в виду. Да. Ну, так увидел я первый раз по телевизору опыты с этим методом ключ. Ну, как это в аудитории было. Да, но прочитал книгу «Ключ к себе». А, это первое, что в 90-м году. Да, да, да. Вот эту книгу прочитал. А потом, ну, освоили мы это все довольно быстро, самостоятельно. И потом развлекались. Делали левитацию. Да. Так мы иголки втыкали. Да, иголки втыкали. Вы не делайте, это мы просто рассказывали. Значки прикалывали там на себя, а не на рубашку. Да, да. Тоже не делайте этого, не надо. Не надо, не надо. Вот. Потом что? Потом однажды я сказал девочке так, представь себе, что твоя голова, как воздушный шарик, покачивается на волнах. Да. Ну, она так покачала, покачала и рухнула. Да, рухнула. Да, вот тут о технике безопасности надо думать. Обязательно. И один из моих друзей потом мне сказал, ты занимаешься очень интересными вещами, но только кирзовыми сапогами в это лезть нельзя. О. И вот тогда я поступил на факультет психологии Санкт-Петербургского университета. Миша, я тебя уважаю, потому что, во-первых, сейчас много психологов, всем нравится. 20-35 лет назад я говорил, что скоро будет, ни одной семьи не будет, и хотя бы дальний русыник не станет психологом. Ну, не все ИСПБГУ закончили. Да. Все-таки. Ну, вот-вот-вот. Вот это ты раскроешь. Да. Медицинская психология. Потом аспирантура. В аспирантуре я не защитился, потому что надо было выбирать либо заниматься музыкой, гастролировать пением, либо защищать диссертацию. Ну, я знаю, что такое защищение. Ну, вот, да. Поэтому я... Сколько времени? Сколько? 13 лет я ездил по всему миру. Да. Это Швейцария, это Америка. Да. Потом я, когда во второй раз женился, мне жена сказала, хватит ездить, побудь с семьей. Да. Ну, в результате я перестал ездить, поступил на постоянную работу, а она уехала в Новосибирь сделать карьеру оперной певицы. Все хорошо. А где мы ее можем посмотреть? Посмотреть... Скажи, пожалуйста, ну, люди же заинтересуются послушать оперную певицу. Будут говорить, мы знаем Мишу, это его жена. Я сейчас не знаю, только мы уже все, мы уже не женаты. А, вы уже не женаты. Уже все, да. Так, понятно, понятно. Вот, потому что делать карьеру где-то и... Ну, мы не виделись практически несколько лет. Да. С глаз долой и сердце волой. Да, это все просто так не проходит. Да и я потом с коллективом, с другим уже ездил. Представьте себе космонавты, которые по полгода там болтаются. Это была Япония, Корея, Китай, Европа вся. Да. Все равно ездить-то пришлось, приходилось, вот, и иногда даже приходилось ребенку маленькому, школьнику оставаться. Твои дети чем занимаются? Да, сейчас они уже занимаются своими делами. Ну, тогда пришло, приходилось оставаться без меня, там, на неделю, например, или на несколько дней. А жена-то в Новосибирске, она об этом не знает. Вот надо мной смеялись. Муж потихоньку от жены пошел на работу. Да, ну, дети довольно самостоятельные были. Один только что закончил колледж по туризму. Какой сейчас туризм, я не знаю, что вообще может быть за туризм. Другой учится в политехе, работает программистом одновременно. Ну, младшенье. Ну, он с 11 лет уже писал программки, не программки, а эти игры для одноклассников ему заказывали. Какие персонажи, что делают. Понятно. Тебе интересно. Миша, спой еще кусочек какой-либо. Вот так неожиданно я тебя попросил, а ты неожиданно выдавай, давай. А уже ожиданно будет, уже все. Ну, нет, посмотри, какая стрессоустойчивость от неожиданности, давай. У кого? У публики. Да и у тебя, давай. Проверяем, проверяем на крепость. Да я вот все думаю, что именно, что русское, нерусское, давайте русское или нерусское. Русское спой, конечно, да, давай. Потом нерусское. Нет, это только русское. Ну, давай, давай. Вечерний звон, вечерний звон, как много дом наводит он. Миша, скажи, пожалуйста, вот сиди петь и стоя петь. Тебе когда легче? Ну, стоя, это такой концертный вариант. Можно же даже раскачиваясь на качелях петь. Нет, когда легче. Вот ты когда поешь. Ну, классическая поза стоит. Ну, даже то же самое, можешь петь, стоит. То же самое. Еще, желательно, чтобы не всего меня камера берет. Ничего, ничего. Ничего. Безголовый? Сейчас я сделаю. Вот так. Поза прямо вот этого хищника, готовящегося к прыжку. Вот такая штука. Ну, надо еще раз повторить это. Окончание. Вот такая вот концовка. Ну, еще четыре дошника. Я закосил. Слушай, самое популярное, самое популярное какая-то есть. Такая вот. Самая популярная? Оперная какая-то. Самая популярная, но которую часто... А я не знал, а какая самая популярная? Ну, вот самая популярная. Давайте пусть напишут нам. Самая-самая популярная ария, которая есть вообще в мире. Даже никаких идей нет В следующий раз я подскажу Итак, друзья, пишите вопросы Надеюсь, что я не опозорился Я же не знаю, как это все слушается Я же так неожиданно тебя прошу сделать Чтобы все видели Может быть, извне это ужасно А может быть, извне это прекрасно А ты не скромничай Все хорошо Все очень замечательно Я бы посмотрел Кино это хорошая вещь Потому что смотришь ее со стороны И когда мы смотрим фильмы какие-то Я бы сделал так Я бы сделал так Вот он что-то не так говорит Так не так стоит А ты возьми, встань и сделай Возьми кисточку, нарисуй солнышко Или давай стихи читать Ты, кстати, насчет стихов как? Люблю Любишь? А сам пишешь? Пародировать люблю А сам пишешь? Писал пародии Для меня поэты чуть увиз не наняли За это Да? Да А еще что ты любишь сказать? Вот А, кстати, насчет того, чтобы говорить И вот чтобы все Попробуй, сделай Да, у нас преподаватель был Доцент Он говорит Вот возьмем наши эмоции Да Например, гнев Да А вы попробуйте здесь выступить Вот так, как я И чтобы все без глупостей Попробуйте А на самом деле я не гнею Ну, понятно Ну, понятно 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 Да Ну, давай Выдохни из себя что-нибудь еще такое До следующей встречи Чтобы люди Мы тебя должны раскрыть С разных сторон, Миша Чтобы мы тебя знали все С разных самых сторон Чтобы сразу породнились Потому что есть же пословица Надо пудсоли съесть А зачем нам пудсоли Когда мы разные аспекты Можем раскрыть Разными вопросами Пишите, пожалуйста, друзья Так Пудсоли съесть, да? Стес И лос Дуподан Это наоборот Надо съесть пудсоли Это я могу, да Быстро Понятно А я когда маленький был Мы играли в игру Придумали такую игру Например Как твои дела? Мы добавляли в конце Какую-то фразу Например Что делаешь? Что кодик и локаешь Ну, как-то Что-то мы добавляли И что в кодик и локаешь Да, ну, можно после каждого слога добавлять Другой не мог понять О чем мы говорим Ну, это дети так игрались Если вы помните Как вы со словами играли с детства Тоже напишите, пожалуйста Сказки Сказки Собственный язык Который изобретали между собой Игры, которые вы играли в детстве Пожалуйста, вспомните Любили там Прыгать Бегать Машинки водить по столу Там какие-то В куклы играть Или в теннис играть Или плавание Плавать И так далее И так далее Это нам понадобится На следующей встрече Давай У нас куклы будут? Куклы у нас будут мнимые Потому что ключ два Основан на моделировании Деятельности То, что вам нравилось Когда-то делать В детстве Если вы будете делать сегодня Пять минут в день Детскую игру свою Без куклы Без машинки Без самолета Который можно водить Без ничего Просто моделировать Эти движения И издавать те звуки Которые вам хочется При этом делать Или если захочется В этот момент Зевать Или спать Или смеяться Или плакать Если вы это будете делать Пять минут в день Вы будете все время Выздоравливать Выздоравливать И молодеть Вот так Это потрясающе, Миша Ну что, я в заключении Сыграю Это фрагмент Школа Человек Будущего Вот это детская Имитируйте Потому что Такого в мире Не было никогда На расстроенном рояле Давай на расстроенном Играю А я поворачиваю камеру На тебя Молодец Браво, 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 браво Так, так что, друзья Участники нашей школы Человек Будущего Хомофутурсу Все Все без исключения Удивительные люди Удивительные И будут выходить ко мне С разными предложениями Пишите разные вопросы Мы с Мишей еще встретимся А скоро вы будете читать книжку новую Нелли Залипова нам поможет Наш спецагент С издательством переговорит А это кто? О! И там мы с Мишей покажем Итак Это Лена Да, Лена, давай Приветствую, приветствую А мы сейчас Как раз давай мы теперь Подключим ее ко всем Мы будем прощаться все вместе Прощаемся все вместе Да, прощаемся все вместе Так Она же фехтованием занимается Да? Сейчас Мы ей сделаем видеозвонок Видеозвонок сейчас сделаем У нас есть подруга, коллега Да Подруга в душевном смысле Я имею ввиду Да Так Сейчас, сейчас, сейчас Что-то мне видео не сделать Аудио сделать, а видео нет Давай Вот сейчас, сейчас, сейчас Мы позвонимся Это специалист Давай, показывай Лена Лена, мы тебе сейчас Продемонстрируем Привет тебе, дорогая Мы тебе сейчас Покажем тебе Мы сейчас делаем С Мишенькой запись Для школы Человек будущего Хомофутурс И мы покажем тебя Сейчас для всех Что мы с тобой По телефону говорим Чтобы тебя тоже видели А мы как покажем Сюда А ты прямо вот так Будет видно Вот, 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 вот И посмотри Мы сейчас сделаем запись Расскажи, как ты Фехтованием сейчас Занимаешься или чем Айкидо 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 занимаешься Ну, скажи пару слов Для школы нашей О чем? Как твое настроение Как погода Обычно я всегда Спрашиваю всех Погода Ливень Льет за окном Я едва успела Прибежать домой Ну, я вам очень Благодарна На сайт Потому что Это с вашей легкой руки Мое айкидо Вы как-то спросили Меня А чем ты будешь Заниматься Если не будет фехтования Я тогда подумала Как это не будет фехтования Почему же не будет фехтования Я же хочу быть Чемпионкой мира А, ну, вы Настаивали Чтобы я ответила Я подумала Ну, так давай айкидо Молодец Получилось, что После ковида У меня вот эти трудности С дыханием Мне трудно Выдержать Трехминутный бой И я решила Опять пойти на айкидо Чтобы как-то Восстановить свое дыхание Я вам очень благодарна За ваше Так скажем Направление Да Которое вы мне Спросили Я поняла Что это вот Какая-то часть Моей жизни И на самом деле Ваши упражнения Они Вообще Дают мне Очень много И подготовка К соревнованиям И какие-то Когда я работаю А если Что мы вот Сейчас Начали цикл Таких Видео встреч Если хочешь Будет у тебя время Мы с тобой Тоже Видео встречу Сделаем Хорошо Договорились Спасибо тебе Это же все в эфир идет Сейчас Да Все в эфир Да Спасибо тебе Ты очень хорошо Выглядишь Спасибо тебе большое Да Присоединяюсь Вы тоже Вы тоже Выглядите супер Я Мой комплимент Только про меня Никто ничего не сказал Уже сказали А я между прочим Вот Да А я хочу сказать Что человек Выглядит Тем лучше Чем меньше Он Беспокоится О том Как он выглядит И чем больше Он никому Ни обязан Не должен А это только Тогда бывает Когда он полезен Когда он делает Что-то Хорошее Доброе Тогда он может Не беспокоиться Как он выглядит Потому что Его все равно Будут любить До встречи До встречи До встречи Пока До встречи